Атака на Курскую область А ну да, ну да, ну конечно, вы ни при чем, ребят Те люди, которые живут в наших новых регионах Они без восторга, многие Но они сделали для себя этот выбор Скупились с малым, завтра уже в школу идти, да? Короче, все вот эти покупки вышли на полтинник Там 53 где-то вот там Что вот гривна вот пахнет У него все такой специфический вкус Ой, вкус и запах Рубли, ну мне рубли вообще ничего не пахнет Привіт, друзі, меня зовут Олена Курбанова И вы на моем ютуб-каналі Курбанова Лайф А это, конечно же, свежий выпуск И розбір російської пропаганди, их кренджатини И того, что они наговорили за парьбриком Ви же не забывайте, что мы с вами Найактивнейшие участники информационной войны И так-так, нам конче необходимо Отстреливаться от россиян, от их пропаганди Тож не забывайте Лишите нам в ходу байку для поширення всієї зібраної інформації И, конечно, подписывайтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф Аби знати больше и аби знати про все первым Такая ситуация, Лиза Чайкина, 17 адрес Была прессовка труп Ну, соответственно, проводили какие-то работы Вот тут на дороге, на пешеходной, на автомобильной Ну и, соответственно, провели работы, как бы Свернули удочки и уехали Ну, и вместо асфальта положили ковер Ну, я, конечно, как бы все понимаю Но ковров-то на весь район не хватит Управляющая компания Обратите внимание Мы в ДНР, из 14-го года у нас ходят рубли Но мы только что в каком-то конвертике нашли гривны Вот так они, ну, вообще отличаются Так, знаете, вспомнить былые времена Они такие какие-то маленькие И знаете, вот что я заметила Что вот гривна вот пахнет У нее вся такой специфический вкус Ой, вкус и запах Рубли, ну, мне рубли вообще ничем не пахнет А вот гривна пахнет деньгами Вот реально пахнет Вот я вот только что-то прям вспомнила Вот те времена Кто замечал, что вот, может, кто вот с Украины Что гривна пахнет Ну, вот реально Реально пахнет Вообще такие От рублей вообще отличаются И на ощупь отличаются Наверное, в Украине, я так думаю Вот эти уже не ходят даже Деньги у вас уже, наверное, какие-то золотые они Ну, монеты Но у нас, вот видите, сохранились Какого года Это 2015-го 2014-го, 2014-го, 2015-го, 15-го и 15-го Вот, такой вот раритет у нас сохранился Наступное видео, особисто для меня, одне із найкрутіших за останній час Фаворити Я би їх так Збирала в окрему колекцію в таку собі електронну кунцкамеру Тому що інколи здається, що все найкраще, все найкрутіше Вже ними сказано Дно пробито, але вони, здається, будують собі якийсь підземний бункер на багато-багато поверхів Пробиваючи шар за шаром Одним словом, такого не очікували навіть ми Російська пропаганда в ударі У многих людей вже возникає ощущення, що товариші-то за рубежом вообще сошли з ума Потому що кожний день ми тепері слышим разговори, совершенно непредставимі Они обсуждають там, яким орудием бити по Росії, наскільки глубоко бити по Росії Міністр іностранних дел Євросоюзу публічно заявив, що багато країни розділяють мнення, що атакувати Курську область – це нормально і правильно Ну, давайте будем корректними в даному случае Во-первых, не товарищи за границей, а товарищи на Западі Потому що Запад – це не мирове більшінство А на Западі, действительно, ви правильно сказали, министр іностранних дел Європи Він себя вже ведет, як міністр оборони Причем ведет себя, як ястреб Европейські страни, ведомі Соединеними Штатами, зашлись в екстазі, вот этом конфронтационному Вони отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории В ущерб своим собственным интересам В ущерб кошелькам своих налогоплательщиков І, конечно, це все буде для них иметь глубокі послідства Вони неизбежні І в течение десятилетия грядущого Ми будемо свидетелями цих негативних послідствів А не заигрались ли они уж совсем там с огнем? Ведь, вот, как, например, в ситуации с Донбассом, Россия достаточно долго призывала, вернее, постоянно к конструктиву А в итоге ответила так, как многим не понравилось Они заигрываются, они заигрываются, но зная решительность нашего президента Зная наш потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов Риски того, что вот это постоянное ковыряние русского медведя палкой Что в итоге ответ будет таким, что мало не покажется, риски возрастают Он не должен быть таким, чтобы мало не показалось Он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы В связи с этими событиями президент на совещании сказал, что оценка происходящего будет дана А противник получит достойный ответ Когда мы можем понять, какие выводы сделаны, какой ответ может быть? Ответ уже, собственно, происходит Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите решительные действия наших вооруженных сил И нет никаких сомнений, что они будут продолжены С этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации Именно в Курскую область И с их попытками достабилизовать ситуацию в пригранище в целом Семьи, говорят уже, маленькие На китайском языке Говорят свободно Как бы вы провели свой день, если бы вы были обычным, спокойным Ой, обычным, свободным человеком, то есть не президентом Мне трудно так сейчас представить Как бы так в залагательном наклонении что-то изложить Знаете, я могу что сказать Вот на мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно Чем больше делаешь, тем больше Тем больших результатов достигаешь Тем больше у тебя что-то получают Конечно, нужно все делать с умом Считать свое время Организовывать свой рабочий день Но чем больше задач ставишь перед собой Тем больших успехов добиваешься Поэтому не надо этого бояться Надо делать так, как вы сейчас делаете Если времени не хватает на что-то Значит, все правильно Атака на Курскую область Осуществлена Соединенными Штатами Америки Ими спланировано, ими профинансировано Значит, доклад Там находятся их военнослужащие Которые одеты в украинскую форму А некоторые даже и не одеваются в нее Поэтому говорить, что Соединенные Штаты не знали Ну, это как-то странно Здесь никто не говорит, что США не знали Подождите, сейчас моя очередь сказать Это администрация Байбена Разные вещи Соответственно Есть операция прикрытия со стороны США Когда они хотят всю ответственность возложить на Зеленского Он хочет втянуть в Запад войну А Запад хочет все возможные последствия на него списать Но еще немножко и на европейцев тоже Поэтому якобы в США едут те, кто везет им какой-то список Который на самом деле сделали американцы И вот здесь вопрос, что там за цели? Нам никто этого не скажет По понятным причинам Но мы с вами должны понимать Что конечная цель вообще всей политики США сегодня Ослабление России Ну так ведь? Значит, в этом списке целей находятся цели Которые, давайте мягко скажем Не только относятся к компетенции специальной военной операции А там вещи, которые американцы давно хотели бы Нас лишить и ослабить Этот список составлен 30 лет назад 40 лет назад 20 лет назад Вот о чем речь Россия прекрасно понимает, что этот список составил не Зеленский, не Украина И там стоят цели Да-да-да Частично или полностью Которые к интересам Украины или СВО не имеют никакого отношения Просто Запад хочет решить свои десятилетние цели, достичь их под видом, что это делает Украина в рамках борьбы с... То есть они рассчитывают, смотрите, Николай Викторович, они рассчитывают, что так все просто будет, да? То есть завтра украинцы, получив разрешение, или там, я не знаю, применив свою ракету, которая вдруг у них откуда-то там появилась, или же не свою там, какая разница, неважно, начнут бить по этим целям, а мы, мы, мы такие скажем, а ну да, ну да, ну да, ну конечно, вы ни при чем, ребят. Вы ни при чем, по этому дне, ну, ну мы не будем отвечать, в вашу сторону ничего не полетит, ответит только исключительно Киев, они на это рассчитывают. Да, только, Роман, еще раз давайте скажем, не украинцы будут бить, а американцы будут бить, но американцы ведут еще более хитрую игру. Они хотят даже в этой вот матрешке переложить ответственность, если что, даже не на НАТО, а на Евросоюз. И поэтому выходит Боррель, который говорит, да, можно, нужно бить. А почему Евросоюз? Потому что в Евросоюзе нет США, нет уже Британии, и всех остальных англосаксов нет. Они готовят второй эшелон возможных, ну, так сказать, тех, кого не жалко. Уже оговорились, Петр Олегович, что, значит, что я исхожу из того, что какая-то будет Украина, и поэтому пытаюсь выстроить какие-то, а вы, говорит, да, я исхожу из того, что ее просто не будет, и нет фактически уже. Правильно я понимаю? А тем не менее, вот этого, ну, не знаю, как сказать, кадавра, тем не менее, ну, в экономическом смысле уж точно, во всех остальных, наверное, тоже. Я представляю себе такой образ тела, который лежит на какой-то или сидит на какой-то кушетке, куча проводков, каких-то, значит, шлангов, по ним какие-то жидкости, и по всем вообще признакам формальному он жив. И в итоге, наверное, наступит момент, когда в сторону сядут за стол переговоров. Он всегда наступает. Вот как вы, Петр Олегович, видите финал этой истории? Финал так же, как и начало. Мы должны обеспечить безопасность России и безопасность на десятилетия. Это не речь не о том, что это договоренность на 2-3 года или какие-то очередные минские соглашения 8. Нет, это безопасность России глобальная и европейская безопасность. Новая Ялта. Вот так я это вижу. Новые Хельсинки, если хотите. Можно так это видеть. Можно говорить о том, что это должно быть какие-то взаимные обязательства. Но очевидно, что с той властью, которая сейчас находится на Украине, никаких договоренностей быть не может, по сути, потому что они уже все, во-первых, трижды их нарушили предыдущие, а во-вторых, у них легитимности нет. Их никто не ополномачивал. И договоренности заключать. А вот что касается вашего образа по поводу вот этого человека, которому капельница и все такое. Так вот, это на самом деле не человек. Это просто ваша нога. То есть вы здоровый человек, у вас есть нога. 30 лет назад ее как-то от вас жгутом отделили, натыкали туда трубочек, и она как-то стала подгнивать. Вот. И тут надо что сделать? Надо вот этот жгут развязать, трубочки стряхнуть, она оживет и пойдем. А не то, что это какой-то отдельный человек. Потому что Украина это не отдельный человек. Это не отдельная страна. Она культурно-исторически, религиозно, как угодно, формировалась и всегда оставалась частью вот три единого русского народа. Белоруссия, Украина, Россия. Ну да, но не вся. Но не вся. Я имею в виду Украина. Да, не вся. Да. Ну и Польша тоже когда-то была частью России. Мы же не говорим сейчас полякам, что, слушайте, давайте возвращайтесь. Правильно? Хотя объективно, конечно, им деваться некуда, вернуться потом. А вот Украина, это все еще вот та нога, которую вы описали. Там все еще наши люди, которые в силу ряда обстоятельств вынуждены там скрывать, что они нога. Так сказать, там говорить чего-то такое, ну что от них ждут, а на самом деле, внутри и так далее. Или, что неприятно, наверное, или они все уже давным-давно осознали себя совершенно, так сказать, самостоятельной ногой. Ну, все-таки восемь лет пропаганды, которая в бошку тебе вколачивает гвозди хорошие. Ну, сколько, 30 лет. 30 лет пропаганды гвозди тебе в башку заколачивают. Украина не Россия. Это же книжка Кучма. Известного героя соцтруда, так сказать, ген-директора завода, коммуниста, верного Ленинца. Ну так вот, это все они пока. Я не знаю, кто там вообще сейчас живет. Ну, вы знаете, вот президент не так давно, говоря о ситуации на Украине, говорил о том, что это почти гражданская война для нас. Я просто задумался об этом после этих слов. Знаете, человека можно переформатировать, и он может изменить свои взгляды, он может по-другому смотреть на какие-то исторические процессы, он может иначе одеваться, воспитывать своих детей, отдавать их учиться за границу. Мы все это переживали в течение этих 30 лет сами. Но в какой-то момент, когда приходится выбирать между тем, быть или не быть, или между тем, что совсем плохо и более-менее нормально, все-таки русский человек, он как-то проявляется. И я уверен, что те люди, которые живут на Украине, они тоже этот выбор сделают. Во всяком случае, те люди, которые живут в наших новых регионах, они без восторга многие, но они сделали для себя этот выбор. Нет никакого зазора между нами и там жителями Луганска, условно говоря. Нет какой-то культурной пропасти. Хотя их тоже травили этим украинством и этими завиральными учебниками про историю Украины и так далее, и так далее. Ну, просто это преодолевается. И я уверен, что и на остальной территории Украины мы это преодолеем. Того мужчины обнаглели, что вместо того, чтобы кормить жену, одевать ее в меха и дарить ей на праздники драгоценности, а они еще и дигают на работу. Ну, вы, в общем, как бы все объяснили. Не то, чтобы это развеяло опасения тех, у кого они есть. Это вообще хорошо, мне кажется, что у людей возникают такие... Ну, вот житейская опаска, то, что называется. То, что мы избавились от этого желания бить в литавры по любому поводу. И не сегодня-завтра война закончится, я не знаю, там, триколором на Майдане независимости. Она, конечно, закончится именно так, но, наверное, все же не через три дня. И если на великих своих пропагандистских каналах они еще намагаются как-то структурувать то, что они рассказывают, намагаются дотримоваться принайменьше видимых ознак журналістики, то их социальные мережи – это, как правило, как раз в окно в истину, в правду. Те, чего они никогда не показывают на их каналах, обовязково мы находим в их социальных мережах. Взагалі, россияни, которые все фильмуют, снимают и ведут свои сторінки – это, как агенты Киева, которые бесконечно нам показывают, что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни звичайного недорогого россиянина. Про будни, про те, что они переживают, что из них сталося, что вообще они выкладывают и чем делятся в своих социальных мережах – подивимось далее. Противника до конца, соответственно, войны мы с Курской области не выкурим, просто не выкурим. То есть это все останется у нас до конца войны, вот это вот замес в Курской области. Почему? Потому что противник, опять же, уклоняется от прямых соприкосновений каких-то. Ну, в населенниках, в определенных он упирается, но в основном уклоняется, и если что-то его где-то начинают давить, он хлоп и отскакивает в лес, а в лесу его там найдешь. Ну, они рассыпаются, очень сложное мероприятие их там поймать. Вот, тем более, что если там глубоко пойти, можно, если пехотой пойти, то, не знаю, на мины можно налететь, а техникой или как-то еще, то там тоже есть противодействие, можно потерять очень много сил. Поликлиника. В городе, где находится самый крупный нефтеперерабатывающий завод Лукойла. Привет, обманутый россиянин. Нижегородская область. Город Кстова. Городообразующее предприятие Лукойл. Нижегороднефтьеоргсинтез. Очень богатая организация. Очень. Очень богатый владелец у нее, всем известный. А это вот. Уютно прям охота в больницу в такую ходить. Скаты. Куда же без них, без колес. Бюджетное отделение поликлиники. Здесь люди получают медицинскую помощь. Поликлиника. Вот она. Поликлиника. Скрепно. И вот туда дальше пойти там так же. Очень скрепно. Очень уютно. Очень прекрасно. Прямо деньги налогоплательщиков. Идут строго по назначению, строго по плану. Да. Ну а Россия, в свою очередь, пытается научить всех тому, чего сама не умеет. А вот это знаешь, что такое, братан? Это яхта Вагита Олег Первого. Называется она Супернова. Того самого Вагита Олег Первого, который уже 30 лет управляет Лукойлом. У него на 70-метровой яхте есть отдельный бассейн с водопадом. Три зоны для приема гостей. Библиотека с камином. Три бара. Гардеробная комната. На яхте установлен лифт, чтобы не тратить время на перемещение между палубами. И двигатели Роллс-Ройс, на которых можно при полных баках уплыть на расстояние 4000 морских миль от России. Так что ты правильно все говоришь. Деньги налогоплательщиков идут туда, куда надо. Родные, в общем, поехали в поле сегодня. Скупились с малым. Завтра уже в школу идти, да. Короче, все вот эти покупки вышли на полтинник. Там 53 где-то вот так вот. Ну, это просто пи***ь. Здесь и портфели, и одежда школьная. И обувь. И контейнеры взяли им. Поняли, чтобы какие-то там уже было положительные. Такую обувь, все. Игрушки им также взял. Вот этот Маша подарил. И вот это Жеки. А вот Макара тут еще. Макара, где ты? А это Макара. Цыпленок. Причите просто. И на финал незайвим буду вам нагадати, что для нас, друзья, украй важливо, звісно, терражувати всю правду. Иронию над россиянами. И, звісно ж, те, в чом они, как и завжди, збрехали. Абрештю, они, как известно, каждый раз, когда делают вдох и выдох. Тоже, не забывайте положить нам в подобайку, аби це відео побачило, якомога більше людей. И, звісно, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим більшою буде армія наших однодумців, тим гучніше луна земи, а украинская правда, украинские наративи. Ну и, звісно, тем важче, россиянам, будет продолжать сипать свое ипсо против нас и их пропаганду. Не забывайте коментовать абсолютно все, что вы почули и побачили. Как и завжди, хочу побачить ваш розбір улюблених фрагментов. Бо ми працюємо ще й для того, аби трошки підіймати вам настрій. Це під час війни ніколи не буває зайвим. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.